Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 произойти, а у них опыт. Бывалые люди тут же сполошились и стали мне советы вагонами давать. И из всех этих советов получалось, что впереди будут сплошные рытвины до колдобины, ямы до ловушки и, возможно, их рисков просто не счесть. Такого мне наговорили, что я испугался. А может, лучше и вовсе не начинать? Смотрю, и мечта моя свежилась, кукошилась. Я такая жалкая, несчастная стала. Тоже, наверное, испугалась. Но тут уже я ей говорю. Эй, мечта, ты что? Ты не думай, я тебя не оставлю. Мало ли, что с кем случилось на пути к цели. Но это же не факт, что и с нами то же самое будет. И вообще, волков боятся в лес не ходить. А кто не рискует, тот не пьет шампанского. Давай-ка, оживай и вперед к цели. Взялись мы с мечтой за руки и пошли вперед. От родителей шифруемся, советы бывалых сложили в отдельный сундучок. Увесистый он получился. Видать, тяжелый опыт в него напихан был. Но решили, что нужно все-таки нести, а вот пригодится. Хотя скорость, конечно, снизилась заметно. Иду, размышляю, может, ну и вот и чужой опыт. Я ведь пути еще и свой получу, а как я этот груст на себе тащить-то буду? Давай оставим этот сундучок в укромном месте, догадалась мечта. Если что-то... Если что... Если что, так мы всегда в него залезть сможем. А если будем тащиться со скоростью черепахи, нам до цели за одну жизнь никак не добраться. Ну и правда. Вот ведь как мечта помогает, главное это в жизни разглядеть. Прикопал я сундучок под деревом, и сразу у нас дело куда веселее пошло. Идем с мечтой, песни горланим, облака разглядываем. Да вдруг, как я спотыкнулся, чуть носом в землю не пропахал. Глядь по сторонам, а там друзья. И эти с позволения сказать друзья мне, оказывается, под ножки ставят. Вы что это говорите? Зачем? озадачился я. Да ты за своей мечтой совсем о нас забыл. Наперебой загалдели друзья. Отрывайся от коллектива, нехорошо. Подумаешь, цель у него. Да у всех какие-то цели есть. Размечтался, понимаешь ли. Я расстроился. И даже обиделся. И забеспокоился. В самом деле, что важнее, цель, которая еще будет? Или друзья, которые уже есть? Мечта, ты прости, но придется временно свернуть, пока явно сказал я. Совсем о друзьях забыл. Они в претензии. Это не они в претензии. Это зависть их гложет, покачала головой мечта. Настоящий друг на пути к мечте под ножек ставить не будет, а всегда поддержит. Переродился я, и правда, кое-кто из моих друзей на плече носит зверка по имени зависть. Вредный такой зверек, злобненький, постоянно грезет и побуждает рыть ямы, ставить палки в колеса и подножки организовывать. Что бы стало быть, не выделялся из общей массы, не влиял на их самооценку своими великими целями и возвышенными мечтами. Но если я пойду своим путем, выходит, я останусь один? Растерялся я. А ты попробуй, посоветовала мечта. Решил я и рванул вперед. И что вы думаете? Не все друзья оказались завистниками. Многие, наоборот, предложили руку, помощь и поддержку. А некоторые познакомили меня со своими мечтами и встали рядом, чтобы двигаться к своим целям. Тут мне и вовсе хорошо стало. Оказывается, друзья могут быть единомышленниками, а в компании двигаться куда интереснее и сподручнее. Но все равно, раз цель у каждого своя, то и направления рано или поздно расходятся. Кроме того, каждый движется в своем темпе, скорость у всех разная. Поэтому я хорошенько усвоил. На пути к цели не стоит ни на кого надеяться. Если рядом, хорошо. Если отстали и обогнали, без обид. Главное, постоянно подпитывать свою мечту. Вот она, то твой лучший проводник и вдохновитель. И тут я добрался до места, где не было ничего. Дорога обрывалась прямо в пропасть. Уже и цель отчетливо видна. И казалось, до нее рукой подать, но пути больше не было. Это что ж, провал? Уже спросил я, озираясь в бескрайнюю пропасть. Похоже, на то согласилась мечта. «Приехали», пошептал я, и разом растирав весь свой пыл. Кажется, конец пришел моей мечте. Я не хочу умирать. Придумай что-нибудь, попросила мечта. «Нет, не знаю, ничего в голову не лезет», уныло сообщил я. «Ну, пожалуйста!» Я взглянул на свою мечту. «Ах, какая же она была красивая!» За время путешествий она крепла, набрала силу, стала яркой и зрелой. Она всегда была со мной, она меня окрыляла. И тут меня осенило. «Мечта, а у тебя есть крылья?» «Крылья? Не знаю, я никогда не пробовала летать. Но ты-то должна знать, ведь это же твоя мечта. Я у тебя родилась?» «Точно, тогда есть!» ликующее воскликнул я, вскакивая на ноги. «Ты моя крылатая мечта!» «И никакие провалы нам не страшны!» Подумаешь, провалы, если у нас есть крылья, мы их преодолеем одним прыжком. Если у мечты были сомнения, она их озвучивать не стала. Мы крепко обнялись, я зажмурил глаза и сразу почувствовал, как ноги мои отрываются от земли, и я лечу. В первые мгновения мне было страшно, а потом меня охватил восторг. Я лечу! Раньше я шел к своей цели, падал, поднимался, а теперь лечу. И нет мне преград. И тогда я открыл глаза. Отсюда, с высоты птичьего полета, все казалось маленьким и незначительным, в том числе и страхи. И здесь, в небесах, я понял одну важную вещь. Все, кто мешает на пути к цели, не обязательно враги. И чаще всего не враги, они проверяют нас на прочность и на верность мечте. Если мы сдались, отступили, это только наше решение. Значит, не так уж и хотелось. Но если выстояли, не повелись на отговорки, пугалки, увещевания, значит, мечта жизнеспособна и обязательно поможет достичь цели. И никакие провалы вам не страшны, потому что настоящая мечта всегда крылата. Я и не заметил, как пропасть осталась позади. А передо мной оказалась цель. Вблизи она оказалась еще значительнее, еще прекраснее. Меня переполняла радость и гордость и восхищение. Но вот что странно, она больше не была желанной. В самом деле, чего желать, если мы уже у цели? Мы сделали это, сообщил я. Вот она, цель! Мечта молчала. Я обернулся и застыл. Ее больше не было. Мечта сыграла свою роль и пропала. И что теперь? Растерянно расстраивался я. Отдохни. Порадуйся. Порадуйся. Подведи итоги. Оцени опыт, посоветовала цель. Насладись в полной мере тем, что ты смог ко мне прийти. Поверь, это далеко не всем удается. А потом? Потом? Какой же ты нетерпеливый, хмыкнула цель. Но если уж тебя это так волнует, то ладно. Разреши меня кое-то с кем тебя познакомить. Цель раступилась и выпустила вперед какое-то существо. Маленькое такое, робкое, несмелое, в цветных одеждах и чудной улыбкой. И протянув руки ему навстречу, широко улыбнулся. И она мне в ответ тоже. Ну, здравствуй, моя новая мечта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова